Ребят, вот только что пробил колесо, как говорится, одно вообще спустило, вот меняю об яму, а второе колесо, как говорится, это уже вот, которое варил, вот загнуло опять, ну не спустило, выдержало еще. Отнюдь недобрым выдалось утро у героя видеоролика. Мужчина пробил колесо и вызвал сотрудников ГИБДД. Правда, к приезду инспекторов участника ДТП на месте не было. Как выяснилось, он уехал в гараж за запаской. Вернувшись обратно, показал ту самую злосчастную яму. Ну вот эта яма, да? Наверное, эта. Я их не запоминал. Но она глубокая, как бы. А? Она глубокая, так бы. Самая глубокая эта. Вот она полностью идет. 7 сантиметров. Такова глубина ямы, куда угодил Александр. Инспекторы записали параметры для оформления протокола. Воочию посмотрели и на пострадавшее колесо. Машину почему вы убрали с дорожной? С места ДТП. Чтобы не мешать потопу. Документы ваши, пожалуйста. Да, да, да. За то, что Александр покинул место ДТП, ему выписали штраф в тысячу рублей. Но водитель особо не расстроился. Он намерен идти до конца и возместить ущерб. Такая картина на дорогах Нижнекамска каждую весну. Причем усыпаны ямами не только внутренние дороги, но и центральные. Меделеево, Юности, Корабельное, Вокзальное, Вахитовское кольцо. Список можно продолжать и дальше. Залатать их коммунальщики, как выяснилось, не могут. Для заплатки холодным асфальтом нужна минусовая температура, чего пока нет. Попадают в ямы и пробивают колеса десятки водителей. Только далеко не все доходят до суда. И зря. Возможно, многочисленные иски и выигранные дела расшевелят наших дорожников. И тогда ямы, наконец-то, залатают быстрее, а главное – качественнее. Айгуль Яблонская, Евгений Лозаев, Рафаэль Ракипов. Новости НТР.